Мы рассказываем миру об Украине в студии Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Ситуация в оккупированном Крыму равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. К такому выводу пришли в Гааге. Накануне в Международном уголовном суде обнародовали ежегодный отчет по расследованию дела ситуации в Украине. В нем говорится, конфликт начался не позднее 26 февраля 2014 года, когда РФ задействовала свои войска для контроля над украинскими территориями без согласия правительства Украины. В отчет также внесены данные о притеснениях крымских татар на оккупированном полуострове, насильственном перемещении почти 200 арестованных лиц в Россию и принудительной мобилизации крымчан. Документ, составленный канцелярией прокурора Международного уголовного суда, также включает информацию по конфликту на Донбассе. Шестеро украинских военных ранены за минувшие сутки. Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Матузяных сообщил, что это произошло в районе Авдеевки. Там пророссийские наемники применили тяжелую артиллерию за сутки. Боевики 21 раз обстреляли армейцев из минометов Красногоровка и Широкина. Кроме того, вели огонь из гранатометов и зенитных установок. По Марьинке работал снайпер. Запрещенное Минском вооружение применили Паново-Александровке, Трехизбинке, Балке Кошарной, Крымскому и Лопаскино. На Донецком направлении боевики использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Обстреляли наши позиции в районе Авдеевки и Луганского. А из артиллерии калибра 122 мм вели огонь по Новобахмутовке. В Марьинке из-за ночного обстрела повреждена школа и несколько улиц, сообщили в нас полиции Донецкой области. В учебном заведении повреждены все три этажа здания, разбиты окна. Никто не пострадал. Учебный процесс не остановили, занятия посещают 157 детей. Правоохранители открыли уголовное дело по статье «Теракт». Также накануне боевики больше часа вели огонь по контрольно-пропускному пункту Марьинка. Применили стрелковое оружие и гранатометы из-за оккупированной ими Александровки. Никто не пострадал. Резолюция о нарушениях прав человека в оккупированном РФ в Крыму сегодня рассмотрит Третий комитет Генассамблеи ООН. Он, напомню, занимается социальными и гуманитарными вопросами. Цель – резолюция защиты конституционных прав граждан Украины на оккупированном России полуострове. В документе также осуждают массовые нарушения прав человека в Крыму. Если новую резолюцию поддержит Третий комитет, уже в декабре документ вынесут на голосование Генассамблеи ООН. Практическим воплощением документа может стать мониторинговая миссия, которая будет контролировать ситуацию с нарушениями прав человека на полуострове. И если эта миссия будет допущена, то там сценарий такой. Они встречаются, как правило, с представителями оккупационных властей, с некоторыми коллаборантами, которые рассказывают о том, как счастливо живут сейчас в оккупированной территории. А высказать иную точку зрения там очень опасно. Поэтому там придется очень, наверное, скурпулезно работать. И это работа не одного-двух-трех дней. Украина обеспокоена политически мотивированными проектами по строительству транзитных газопроводов в обход нашей страны. Верховная Рада призвала партнеров по ЕС придерживаться принципа солидарности. Обращение поддержали 264 нардепа. Подчеркнули, несмотря на военную агрессию России, Украина остается надежным партнером в вопросе транспортировки природного газа в ЕС. В прошлом месяце Еврокомиссия предоставила Газпрому более широкий доступ к газопроводу АПАЛ, что позволит России прокачивать больше голубого топлива в Европу в обход Украины. Рада считает, реализация таких проектов, а также предоставление дополнительных возможностей Газпрому противоречит стратегии энергетической безопасности ЕС, угрожает странам Центральной и Восточной Европы, которые будут зависеть от поставок топлива из одного источника. Также ставит под угрозу будущее украинской газотранспортной системы. Мы сегодня хотели бы обратиться к нашим коллегам, к представителям органов исполнительной власти государств Европейского Союза по поводу усиления сотрудничества в сфере энергетической безопасности и потенциальных рисков строительства газопроводов в обход Украины. Мы как надежный партнер приняли ряд важных законопроектов закон о рынке природного газа, о национальной комиссии, которая занимается государственными регулированиями в сфере энергетики и коммунальных услуг. Недавнее решение Европейской комиссии говорит о том, что они забывают свои обязательства касательно энергетической безопасности Евросоюза и партнеров. Один из них – Украина, а вместо этого дают широкий доступ к газотранспортной системе опал российской компании «Газпром», тем самым подрывая энергетическую безопасность ЕС и Украины. Эти газопроводы, они в принципе абсолютно реально могут не то что угрожать ГТС Украине, они могут забрать около 40, в худшем случае 50 миллиардов кубометров газа, который идет транзитом сегодня через Украину. То есть на понимание мы сегодня транзитируем российский газ в Европу в объеме 60 миллиардов кубометров. То есть в этом году, в 2016-м будет немного больше, где-то около 70. Это произойдет за счет ремонтных работ, которые проводились на Северном потоке, на Белорусском Белтрансгазе, то есть это газопровод Ямал-Европа. Только учитывая этот фактор, Украине удалось увеличить загрузку своей ГТС. А так, в принципе, перспектива очень грустная на самом деле, потому что из реальных 60 миллиардов кубометров газа мы можем потерять практически до 50 миллиардов кубометров. Это будет означать одно, что мы приблизимся к так называемому нулевому варианту, то есть когда газ, который идет из России, он будет где-то возможность поставлять в Украину где-то около 10, ну максимум 20 миллиардов кубометров, он больше будет расходоваться на внутренние потребности Украины. Больше сотни населенных пунктов из-за непогоды остались без света в пяти областях. Кмельницкой, Чернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, за минувшие сутки спасатели освободили из снежного плена почти 3000 автомобилей. Для ликвидации последствий стихии задействовали 5000 работников от разных служб и больше 2000 единиц техники. Работы по расчистке дорог местного и государственного значения продолжаются. Нашему телеканалу в пресс-службе международного аэропорта Борисполь рассказали, аэроузел работает в нормальном режиме, сегодня все самолеты вылетят вовремя, ни одного рейса не отменяли. Также отправляются по графику поезда, отставания некоторых не превышают получаса. Пресс-служба Укрзалезницы сообщила, ночью более 4000 железнодорожников и больше 10 единиц техники очищали от снега и льда платформы и пути. Сберечь жизни автомобилистов и пешеходов. Нардепы, полицейские и активисты объединились ради безопасности на дорогах. Ведь по данным национальной полиции, лишь за последние 10 месяцев на украинских магистралях погибли более 2500 граждан. Более 2500 погибших и более 16500 травмированных. Это статистика аварий на дорогах страны лишь за 10 месяцев этого года. Количество людей, которые гибнут на дорогах, больше, чем у людей, которые гибнут на войне. Это страшно и невозможно представить. Если посмотреть на другие страны Европы, у нас наибольшая смертность на дорогах. То есть у нас война. Мы умираем, потому что отстаиваем право быть. А параллельно умираем, потому что нет дела ни власти, ни обществу, ни правоохранительным органам. По данным Всемирной организации здравоохранения, основными причинами аварий являются алкоголь, отсутствие шлема мотоциклиста, детского кресла в машине, пренебрежение ремнем безопасности и превышение скорости. Дабы побороть смертность на трассах, нардепы, полицейские и активисты инициировали совместную кампанию за безопасные дороги. Скорость и ремни безопасности наиболее важны. В Украине сегодня фактически отсутствует контроль скорости. И мы предлагаем пути решения. Внедрение автоматизированного контроля, увеличение штрафов и снижение скорости в населенных пунктах до европейской отметки 50 км в час. Добиться увеличения штрафов хотят и при отсутствии пристегнутого ремня безопасности. Ведь сейчас сумма наказания от 2 до 3 долларов. Но чтобы было с чем работать, для начала составят внутригосударственную статистику факторов ДТП. Мы одолжили иностранные методики исследований. Уже провели несколько подобных анализов на западе страны. Там оказалось, что ремнями безопасности пристегнуты всего от 7 до 15% водителей. А 20% едут свыше 80 км в час. Присоединились к компании по безопасности и велосипедисты. Ведь почти половина погибших и травмированных – водители двухколесного транспорта. Есть два подхода к безопасности таких участков дорожного движения. Это разделение потоков, что является более давним методом. Но мы с ним не согласны, потому что автомобилисты позволяют себе расслабиться и теряют концентрацию. Так что мы за современный метод – общее пользование дорожного полотна. Это не очевидный, но эффективный метод. В Украине он пока не прижился. В Украине он пока не прижился, но мы будем над этим работать. Работать будут еще в одном направлении – просветительском. Разрабатывая социальную рекламу и воспитывая сознательность населения. Присоединиться к инициативе приглашают всех желающих. А первые результаты работы в виде процента уменьшения смертности собираются показать через год. Любовь Задорожная, Евгений Савицкий, UATV Больше информации на сайте Украинформ, UATV всегда рядом.